всем привет уважаемые подписчики моего канала так же из тех кто смотрит мой канал и в сегодняшнем видеоролике мы с вами разберем все методы сглаживания которые используются в археич в настройках качества их можно найти их у нас всего 8 это fx и пост эй м с эй tx эй ну и соответственно их не кратности и варианты сглаживания начнем наверное с 1 1 у нас это вообще без сглаживания то есть рекомендуется владельцам слабых компьютеров я бы сказал даже ниже чем слабых компьютеров то есть те кто играет на низких настройках и которые которым сглаживание по факту вообще не нужно то есть им которым интересен только геймплей и на качество они в принципе не обращают внимание следующий метод сглаживания fx эй тайп-1 и тайп-2 sharp smosh известные своим так сказать очень слабым я бы сказал вообще не имеющим потребности прожорливости ресурсов видеокарты то есть как правило памяти они практически не занимают но методы их не сглаживания крайне так сказать жестковатый они имеют средства замыливания текстур соответственно это можно увидеть в движении перепады и некоторые искажения в моменты там полетов отскоков поворот камер в общем на углах текстур это будет заметно sharp это жесткий метод сглаживания сможь это мягкий метод сглаживания то есть терпимый на высоких и ультра настройках пост эй эй это метод сглаживания который перекрывает нижней текстурой то есть который не сглаживает всю картинку а закрывает только именно поверхность движка игры мс эй это более модифицированное средство сглаживания то есть она имеет достаточно качественное сглаживание за счет увеличения основной картинки и сжать ее до исходного формата тем самым углы и поверхности некоторых объектов выглядят очень очень качество без замыливания без искажений без перестроек вот этот метод сглаживания достаточно прожорлив для видеокарт и используется в частности на поколении уже наверное десятом то есть все ниже поколения как правило этот метод сглаживания не прут смысла ставить мс эй 2x и 4x нет потому что метода сглаживания но будет практически незаметной в основном владельцы топах видеокарт ставят мс эй 8x и в принципе наслаждаются хорошим качественным гейплеем наслаждается картинкой картинка действительно очень очень качественная я пытался выставить на своей видеокарте 1066 гигов мс эй 8 восьмикратная на что она мне ответила друг пошел к ты знаешь куда в общем она начала не прогружать текстуры не сразу их прогружать и между стыками полотна игры и движка можно было заметить черные полоски то есть этим сглаживанием карточка моя уже не справляется но что самое главное после часа игры на того методе сглаживания у меня начал свистеть дроссель то есть видеокарта была в очень нагруженном состоянии было очень долгая подача напряжения на дросселя и дроссель начал немножко пробивать вот дальше следующем это сглаживание tx и это более модифицированная разработка сделана на на совмещение fx эй и мс эй и метода она мета сглаживания замыливания или блюривания то есть то есть средства то есть как правило tx и 4x равносильно в принципе ms 8x но метода сглаживания более дешевая соответственно она не увеличивает картинку она просто как сказать качественно ее мылит вот разница в принципе незаметно но так сказать для таких предвид привередливых игроков это будет чувствительно то есть они будут его в принципе замечать то есть в принципе я играю сейчас на fx type 1 sharp и как говорится мне в принципе ну по большому счету все равно но есть сглаживание есть конечно без глаживания играть вообще нельзя картинка становится ужасная картинка некачественные углы у нас жесткие углы у нас и кривые но вот видно сразу же стыки движковой поверхности ну но в принципе как то так то есть коротко fx и type 1 и там type 2 sharp и сможешь это экономичное средство сглаживание более не прожорливая для видеокарты то есть в ее в принципе можно выставлять уже на средних пока вот ms 8 2 x 4 x 8 x это для топовых моделей видеокарты то есть она очень прожорлива до ресурсов требует она практически то 8 гигабайт памяти с частотой наверное шины от 200 256 бит не меньше но вот мы соответственно ты x 2 x 4 x она имеет более нетребовательные моменты для заглаживания более нетребовательные для ресурсов ну и она в принципе картинку не увеличит а просто его подумали в это разработка от nvidia в принципе я замечал то что достаточно часто владельцы современных мощных пока пользу пользуются от x 4 x но я лично предпочитаю именно fx type 1 sharp мне этого достаточно и для записи роликов и для pvp я так-то не привели не привели для картинки но в принципе кому помог разъяснить все эффекты и все методы сглаживания ставим лайк кому интересен мой контент и мой канал подписываемся на канал и до следующих выпусков с вами был рауль пока